Вам звонят, да? Здорово. Звонят, не звонят. И у меня есть несколько там таких людей, которые интересуются вот именно таким вопросом. Что же для народа русского важно и почему? Почему? Очень сильно их удивляет, почему не состоялось возрождение духовное, которого все так ждали. Вот эти 80-е, 90-е, 2030 лет уже прошло. И оно вроде началось так, и в деньгах этих патриарших захлебнулось. В жлобстве и жадности. И захлебнулось. И удивляются, почему же это не произошло. А я говорю, вот почему не произошло. Потому что это декларируют одни цели и задачи, а преследуют совершенно другие цели и задачи. И если декларация вот таких задач, как должна быть действительной церкви, она должна предполагать консолидацию, объединение всех. А на самом деле идет чистка, идет грабеж и прямо насилие духовное самое настоящее. Точно так же, как вот мы сейчас посмотрим, что было при Андрее Боголюбском. Все его действия, оказывается, вызваны были очень серьезными моментами. Вот он не просто так, вот он уходил и придумалось. Его действия – это ответ на определенные вызовы. Отлично. Значит, что я хотел сказать? А, мне понравилось, вот эти два историка-то выступали. Я буквально сегодня посмотрел в урок. Термин, один из историков говорит, нас вот постоянно, нам столько, говорит, обвинений, что вы там нехристит, что вы… Да я, говорит, православный человек, но бесцерковный. Бесцерковный. Вот до чего довелика. Дело в том, что не с кем общаться в церкви. А я вам прошу и говорил. Те, которые немножко имеют мозги, повыгнали. А те, которые попрятались… Я в 90-е годы с удовольствием общался со священниками с удовольствием. Да, были среди них и недалекие, но были очень умные люди. Попрятались, страшно все, попрятались. Я думаю, мы так и продолжим. Приветствуем наших зрителей. Не будем сразу перерывать. Вот мы как начали, так и хорошо. Получилось произвольное начало чисто искренней такой беседе. Теперь пусть Евгений приветствует. Здравствуйте. Ну вот батюшка так захотел, чтобы было такое начало. Хорошо. Мы продолжим нашу беседу по поднятой нами теме. История Русской Православной Церкви. Значит, маленькое уточнение скажу. Мы просто прошли очень поверхностно. Понятно, что такая громадная тема, она может растянуться очень много. Если вам будет потом интересно, мы можем какие-то моменты особо рассмотреть. Нам самим становится интересно, чем дальше мы погружаемся. Нас самим становится, тем интереснее, интереснее. Я просто хочу уточнить. Перед тем, как мы доберемся до истории Сергия Радонежского, как раз и последующей истории, мы сделаем отдельную тему, посвященную монашу. Историю монашества. Чтобы люди не теряли вот этот вот маленький, несколько пропущенный пласт, но обязательно мы это уделим отдельной темой. Сразу пару слов подтверждения вашей мысли. Дело в том, что мы должны рассмотреть в таком понимании, как вот в контексте общей церковной истории, мы увидим с вами, что история церковной иерархии и история монастырей, монастырской иерархии, это совершенно разные миры. Совершенными, вроде бы одна церковь, но совершенно две разные истории у нас будет. Ну, с Божьей помощью. Да, с Божьей помощью начнем. Значит, мы остановились в прошлый раз на удивительном персонаже русской истории. Это Андрей Боголюб. Середина его правления. Да, середина его правления. И многочисленные его деяния, о которых мы с удивлением до сегодняшнего дня вспоминаем. И даже можем их лицезреть. Поскольку, например, там вот от князя Владимира ничего не осталось, все храмы, все разрушено. А Десятиной церкви только остался один фундамент. Там, допустим, предыдущие князья от Мономаха остался только один храм. А князь Андрей оставил по себе огромнейшую память. Все храмы древние, либо ним заложены, либо ними построены. Это я имею в виду Владимира Суздальской Руси храмы. Ростово-Владимир. Да, Успенский собор. Рождества Пресвятой Богородицы. Там храм, в который был примыкал к княжескому замку. Различные небольшие поместные церквушки в разных там селах и городах вокруг этого Боголюбова. Огромное количество, которым он приложил свою руку. Задумаемся, почему этот церковный вор, этот церковный вор, почему вдруг он строил столько храмов? Точнее, обокравший Киев. Он не только Киев обокрал. Он обокрал и этот самый Выжгород, благополучно. Оказывается, я никогда тоже в церковной истории особо к этому не приглядывался, но это интереснейший факт. Оказывается, Андрей, подговорив вместе со своими подручными попа Выжгородского монастыря, Михаила, там была икона чудотворная, по преданию написанная Лукой. Украв ночью, эта икона, ну там, конечно, это сказки поповские, что она выходила ночью на середину храма, и намекает, типа, что ей надо идти в другое место. И вот об этом прослышав, Андрей подговорил попа, ну, видно, какие-то деньги, какие-то посулы, что-то там было, и они ночью грабанули этот Выжгородский женский монастырь, украв из него будущую Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Это тоже устроил Андрей Боголюбский. Они украли эту икону, и по дороге, ну, это тоже летопись повествует, мне кажется, это Андрей придумал, или кто-то там из его подручных выдумал, что она, значит, явилась ему во сне и сказала, что он ее хотел в Суздаль перевезти, а она ему сказала, что я хочу остаться во Владимире. И вот ее оставил он во Владимире, и потом этот Владимирский собор, который вот эта икона, и все это было дальнейшее, нам повествование известно. Но задумаемся с вами, зачем этому церковному вору он крал очень много святынь. Он покрал все мощи, какие мог из Киева повывезти, вместе со своими подручными. Это, знаете, похоже на древнеязыческие, когда приходили, захватывали, например, город какой-то, то богов либо разбивали, либо уносили с собой этих богов. Вот так поступал князь Андрей. Он уносил с собой мощи, иконы, причем это было так поставлено, как мы в прошлый раз говорили, за неправду митрополичью. То есть Киев обокрали так, что киевляне ходили смутными, и их постигла горькая утрата и участь потерявших свои святыни. Все Андрей вывез на север. Все он вывез на Владимир. Напомню, это разграбление Киева 1169 год. 9-й год, да, в марте месяце. И это вот как раз уже примечательно. Это уже, смотрите, 1169 год. Зачем это все было нужно Андрею? Неужели у него было мало святынь своих? Неужели ему как-то там, ну, хотелось так вот окружить себя какими-то идолами, мощами, чудотворными иконами? Нет, нам надо вернуться с вами на 9 лет назад. Это как раз вот когда вы, Евгений, упомянули, что Андрей решил послать в пень всю свою родню? Ну да. Дело в том, что это было в его жизни, был такой шаг. Осталась его мачеха. Это жена Долгорукова. И вторая жена Долгорукова, греческая царевна. И вот эта греческая царевна оказалась тоже агентом иностранного влияния. К ней... Не пятая колонна. Пятая, наверное, да. Может и пятая колонна. Я споначалу думаю, почему же он ее выгнал, но не убил? Он же тогда князья очень просто поступали. Что такое выгнал? Вот щик по горлу и в колодец. Никаких там просто изгнаний не было. А он ее вместе со своими, получается, сводными тремя братьями выгоняет свою мачеху из Владимира. В чем проблема, думаю я. Что ж задумался, что ж такое случилось? А оказывается, известно письмо императора Мануева, который в это время пишет, что Киев весь наш, Ростов мы наполовину сделали греческим, задумайтесь только. А вот север Иисус, Дали, Владимир беспокоят наше величество. Причем Ростов и Суздаль это совсем рядом. Да, это рядом. Но они в Ростове влияние получили, а во Владимире никак они не могли Андрея преодолеть. И ставится срочно епископ Нестор туда. Куда? Владимир. Владимир, да, епископом во Владимир. Они со всех сторон его обходили. Владимир, Суздаль, там пытались напихать ему туда архиереев и разделить, делать кучу епархий. 10-20 архиереев, чтобы они разделили эту всю вотчину, которую формировал Андрей, которую собирал он вокруг себя. Это 1160 год. Значит, что произошло? Этот епископ Нестор прямо сразу приехал к князю доказывать, что он дурак. Он именно, его сам Господь Бог послал с Пресвятой Богородицей, которая стоит там за дверью, если хочешь, выйди, пойди, посмотри. Она тебе правым глазом моргнет. Это очень архиереи любят. И папы сразу там духов святых призывать голубями окружать себя со всех сторон. Что значит Андрей не такой-сякой, не правый, там угрожать ему всякими отлучениями и прочим всем остальным, чем он вызвал, конечно, гнев князя. И вдобавок, ну князь так был разумный человек. Вы, кстати, знаете, как о нем пишет летопись, интересно, что он был настоящий мужчина, воин. И в битве не знал удержу. То есть, когда он входил в драку, ну это для многих мужиков свойственно, когда он входил в драку, он ничего, кроме боя, не видел. Он даже не замечал, когда ему наносили раны. Он не замечал, если даже сбивали с него шлем. Но только приходя в себя после окончания этого всего битвы. Просто удивительная сама история, когда его убивали. Когда его, да, будучи силой, сколько... Но, в удивление другим князьям, после битвы он не предавался пьянству и разурату, которым предавали все остальные князья. То есть, они, подравшись в битве, залечивали свои раны, и женщины и пьянки были их отдыхом. Вот это тоже нормальная мужская реакция. А вот князь Андрей отличался от них. Удивительно. Он был здравомыслящим и сразу после битвы приступал к строительству. К строительству храмов, ремонту городских стен, налаживанию торговли и прочему, прочему. Чему все очень сильно удивляются. Вот именно это и испугало императора Мануэла. Андрей так хитро подстроил, что Нестора с шумом выгнали. Просто пинками, задоринками. Он, бедный, бежал к митрополиту в Киев. К тому самому Константину, который вот в прошлый раз мы с вами говорили, он кучу заварушек и проблем устроил. Который киевляне не возлюбил. Который был отозван в конце концов патриархом назад в Константинополь. Уехал. И что делает митрополит? Надо что-то дальше. Сразу бац! Следующего епископа Леона присылает. Епископа Леона. Киевский митрополит. Да, киевский митрополит назначает Владимир Суздаль нового епископа. Тот тише воды ниже травы. Андрею кланяется. Выражает почтение. Никаких скандалов. Ничего. Первым делом, что он сделал, он пересчитал все престолы, которые были во Владимиро-Суздальской земле и обложил их жутким налогом на архиерейский двор. В тихушку. В тихушку, да. Попы и так не особо богатые деревенские. А тут они еще вынуждены, знаете, как помните, как при Хрущеве куриц считали в огороде, на кариужную курицу считали, сколько она должна яиц снести и налог вводили. А этот посчитал точно так же, как в свое время делали эти самые разные захваты. Я точно знаю, что так делали монголо-татарские потом завоеватели. обкладывали все, каждую там первая перепись населения при Батыи. Ну да, при Батыи. И значит, чем кончилось дело? Он обложил все престолы налогом дополнительным. И, естественно, это было выгодно и митрополиту Киевскому, который отправлял деньги в Константинополь тоже. Вызвал жесточайшую смуту. Почему? Ну, вы сами поймите, попы того времени, это все равно, что Константин Эрст Первый канал. То есть, это центральное телевидение Владимира Суздальской епархии. Первый канал. Везде вся новость и все книги, библиотеки, переписчики, монахи, все было под ведомом этого архиерея. Поднялась, конечно, большая буча, потому что священники не имели такой возможности, чтобы платить. Часто у нас еще в России, знаете, у нас и сейчас в нынешнее время очень так вот дернули строить храмы и строить даже там храмы, где они тебя содержать не могут эти храмы. То есть, это же нужен приход прихожаней, которые бы ремонтировали и прочее, все остальное. А бывает так часто, что там и две бабушки, прихожанки, они не могут содержать этот храм, но все равно строит какой-нибудь благотворитель, который потом, когда благотворитель умирает, с храма начинают снимать медную крышу, окна выбивают, сторожей нету. чтобы его похоронили. Ну да, это такое, к сожалению, такая беда есть, потому что не везде есть достаточное количество прихожан. Так же было и в древности. Вот, например, у какого-нибудь храма было два-три престола. Это зачем делалось? Для того, чтобы в праздник можно в большой было отслужить две-три литургии и причастить всех желающих. Как даже сейчас делают. Например, ранненько утречком, потом чуть попозже, а потом в обед. То есть, например, крестьяне, которые землепашцы, они в шесть часов утра пришли, которые там ремесленники из какой-нибудь там слободы, кузнецы, плотники пришли, девять часов причастились, а потом бояре всякие, да купцы, да все всякие богачи. Из посада. Волдень, да, из посада приходят. Вот точно так и было. И оно таким образом, поэтому было несколько престолов. Но это было только по праздникам. А в будние дни или в такие просто выходные, воскресные дни на одном престоле только совершалось служение. И вот получилась такая вещь, что значит эти престолы, которым даже не служили, на которых за них надо было платить налог. Поднялась жесточайшая буча против этого епископа Леона. Леон понял, что ничего хорошего ему не будет. И как вы думаете, куда он убежал? А убежал он к мачехе Андрея Боголюбского. Нет. Она еще не была избрана. Она еще... Почему я... Это же мы 9 лет назад вернулись. Убежал к мачехе, где находились также первые люди Андреевой. Что такое первые люди Андреевой? Это самые зажиточные двори... Бояре. Бояре. Да, который выгнал Андрей, поскольку они были препятствием его реформам, которые он начал. А его главная задача и идея была последовать примеру князя Изяслава. Который Климента Смолятича поставил без всякого разрешения каких-то митрополитов и прочего всего. Потому что Андрей к тому времени прекрасно понял, что все эти архиереи присылаются не ради Христа, а ради куска хлеба, ради денег, а зачастую как шпионы и продвиженцы иностранного влияния раздорщики. Да, как в конце концов раздорщики. По Константину II мы с вами это хорошо помним. И вот в этот момент, когда Леон засел у мачехи и эти все первые дворяне да бояре поняли, что они могут использовать его как инструмент в борьбе с Андреем Боголюбским. И вот эта мачеха подметные письма, клеветы всякие, и всякая мура, в этот момент Андрею уже ничего не оставалось делать, как просто это все гнездо сформировалось. Это такой ЦРУ на почве Агентура во Владимире, да, ему просто пришлось выгнать. И он выгоняет мачеху с тремя своими получается сводными братьями, выгоняет этого Леона и все это бежит в разные концы. Бегут в Грецию, принцесса сразу в Грецию, это Леон там сначала киевского митрополита, потом Грецию, и все они в панике обсуждают, что же сделать с этим непокорным князем, поскольку мы должны с вами обратить внимание. Маленькое интересное уточнение у меня есть. Спасибо. Маленькое интересное уточнение все-таки историческое. Дело в том, что Андрей Боголюбский был старше своей мачеки, естественно. Конечно. Это была вторая жена его отца Юрия Долгорукого. И разница в годах между ним и его младшим братом была 40 лет. Да, Владимир, Владимирка, 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 самый маленький был. Михаил, Владимирка и Всеволод. И Всеволод, да. Между самым младшим и ним 40 лет. Это очень интересное уточнение, потому что понятно, что это было совершенно не его родственники, совершенно чуждые ему люди, совершенно чуждые ему мачеха, да еще вдобавок с каким-то греческим архиереем, который приехал грабить его княжество. Вызывая среди попов, так же и написано прямо в летописи грабеж и попов. То есть, он начал и выгнали его. В общем, выгнали. Что же произошло дальше? А дальше мы должны с вами еще одну интересную вещь вспомнить. Дело в том, что это сейчас воспринимается архиерей как поставленник московского патриарха и прочего. Раньше есть ли архиерей? Не отвечал интересам народа, то его гнали так же точно, как князя. А бедствия какие-нибудь, засухи, например, или там землетрясения или еще что-нибудь воспринималось так, что архиерей плохо молится или ведет грешную жизнь. И за это его надо в тычки да в задоринки и никто никогда бы его не пожалел. Именно вот эта общинность, вы помните это лесточное право, там получалось как князья, город не был его собственностью князя, а был собственностью всего его рода вот этого рюриковичей. И если князь, например, какой-то старший умирал, то я, допустим, переходил с этого города в другой, оставляя свой город младшему. И вот такая вот решение по кругу, постоянно было это движение. А именно Андрей первый застолбил за собой Владимира Суздальские земли. Причем, как интересно упоминает летопись, он сказал не старшинство, а место. Окончательно застолбил. все, уже не надо было ему по клесточному праву переезжать в Киев. Где власть, там и столица. Да, там и столица. То есть уже не в столицу нужно переехать князю, а по наследственному праву это все передавалось. можно секундочку? Да, конечно. Посмотрите, тогда уж раз на эту тему коснулись, как все было вот так вот. Каждый князь рвался после Любичского съезда 1097 года. когда Владимир Мономах, Святополк и там другие князья, уж не будут сейчас вспоминать, значит, они постановили Олег, кстати, Черниговский, значит, они постановили правило держать свою землю и это было, кстати, начало этого и после этого как раз определились кое-какие роды, которые определились кое-каким вот землям. Эти земли стали, правильно сказали Владимир, Ростово-Суздальские сначала, туда был отправлен совсем молодой Юрий Долгорукий, впоследствии Долгорукий прозванный. Значит, Черниговские князья определились, Смоленщина начала, вот так вот более-менее князья там укрепились и Галинско-Волынская Русь. А Киев оставался тем местом, вокруг которого вот эти князья крутились и еще пытались его завоевать очень долго. И только Андрей Боголюбский сказал, наконец, да не нужен этот Киев, я великий князь, и буду сидеть там, где я хочу, в Боголюбове, в Боголюбове, вообще какой-то Боголюбов деревня, даже не Владимир, а в Боголюбове буду сидеть. Секундочку еще, и после этого Русь раздробилась как? Она раздробилась вот на такие большие области, как раз, как я позначит. Новгородская, северная, и вот в этих вот больших областях еще оставалось это лестничное право, потому что эти князья, четыре получается, Галицкая, Новгородская, Смоленская, Полоцкая, ну да, Полоцк с этим самым, со Смоленском, Ростова-Суздальская стала Владимирской, значит, ну и этот самый Киевская еще оставалась, значит, Черниговская земля. Ну это, наверное, Киев-Чернигов, он все-таки более-менее вместе, все отдельно. Значит, Ольговичи, вот Олега Гориславович, как раз образовали Черниговскую династию князей, которые очень долго играли политическую роль. Ну пока мы были татары. Да, да, татар. Значит, ну вот в этих вот областях еще оставалось лестничное право, то есть там как раз вокруг своих земель, то есть вот вокруг Чернигова в разных городах князь сажал своих там сыновей, там племянников, и так они потихоньку в Чернигов. Потихоньку в Чернигов. То же самое в Ростово-Суздальской земле, то же же самое в Смоленской земле, там потом правили Ростиславичи. Ну вот такая система, схема была вплоть до того, пока уже полностью Русь древняя не распалась на мелкие уделы, то есть деревушки, маленькие городушки. Более-менее маленькие, такие приличные города стали княжескими уделами. Это был полный уже распад, после которого началось уже то, к чему мы придем, татаро-моргольское нашествие. Значит, Андрей здесь явился пророком, поскольку он предувидел вот эту всю систему дробления и попытался ей противопоставить всеми силами вот это единство Владимира Суздальских земель. Бежавший этот самый Леон привел к тому, что необходимо было кого-то назначить архиереем. И вот дальше очень интересные несколько лет, удивительные несколько лет в истории Андрея Боголюбского. Дело в том, что так же, как и Зяслав, он вынужден был после вот этих архиереев-предателей вынужден был поставить своего епископа. И вызвали у этого человека Федор. Он не был ни монах, ни священник, а был сестрич. Это, знаете, сейчас вот осталось племянник, брат, все, а что такое сестрич? Сестрич это сын сестры, да, сестер было много, мы даже, может, всех ребенок не знаем, это мужиков-то перечисляли, а баб-то там вообще было куча, и вот это был сын сестры. Это был хороший, грамотный человек, добрый нравом, добрый характером, бескорыстный человек, совершенно искренний, и он очень нравился Андрею тем, что поддерживал вот эту вот идею создания обособленности вот северного вот этого центра власти, к которому стремился Андрей. И он, наплевав на всех митрополитов, патриархов, императоров, мануэлов, поставил этого Федора епископом у себя, получается, Владимира Суздальским. Митрополитом. Даже митрополитом это потом уже ему позже присвоили. Сначала епископ. Да, сначала епископом он начал настаивать. Сначала епископом, нельзя сразу митрополитом поставить, это сначала генералом-полковником стать надо, побывав хотя бы денек, генерал-лейтенантом. Вот, и он поставил его епископом, и несколько лет было просто процветание. Всем Андреевым делам был везде зеленый свет. Федор настолько был искрометный и талантливый проповедник, что умел придать идеям Андрея легитимность и красоту. И Андрей в этот период как раз строительство храмов повсеместное, расцвет духовенства, были учреждения, два собора провели, был расцвет книжности, специальные были открыты школы и прочее, 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 к тому, чтобы именно сделать центр грамотности, центр епископской княжеской власти Владимира Суздорских земля. Интересно, он был грамотный мужик? Да, он был грамотный мужик, он написал много всяких поучений по-пам, да, откуда интересно, значит, что интересный момент какой, вы сами понимаете, что смерть Андрея и вот то, что вокруг этой смерти крутилось, то есть, вокруг этих всех его подручных людей и прочего всего остального, это отнюдь не просто случайность, это отнюдь не просто случайность, это была некая такая целая программа действий, как раздробить Владимира Суздорскую землю. Вы не забывайте, что в это время, вот это вот принцесса, Леон, Нестор, они, имея большие средства на те времена, устроили агитационную пропаганду против Андрея Каласановича, и историки, в основном советские историки, исследовавшие этот факт, много, очень много знаменитых фамилий, они склоняются к тому, что этот Федор был просто оклеветом всеми возможными способами и невозможными. То есть, он сделал ошибку, конечно, он вместо того, может быть, ему просто не хватило церковного опыта, когда он уже занялся определенным вот этим, он даже книгоизданием пытался заниматься. Да, много переписчиков, тогда же еще не было печатных станков, но было очень много переписчиков, которые пытались именно во Владимира Суздальских землях сделать такие вот производства книг, поставить на ремесленную такую, на заводскую основу фабричную. И дальнейшее вымарывание везде из летописей и выдергивание истории об этом самом Федоре свидетельствует о том, что греки постарались всеми силами обгадить его, как у нас сейчас любят, облить дерьмом и оболгать. Хотя на самом деле 90% всего то, что там было, все это вранье. значит была большая ошибка Андрея в том, что он поверил всем этим клеветникам. После того, как казнили Федора, и Андрей пошел на уголь. Вот интересно, он стал слабеть, его власть стала претерпевать разные потрясения и кончилось это его убийством. Так вот, что интересно, интересно то, что этот Федор был очень любим народом и любим попадом. Чрезвычайно был любим народом и любим попадом. И все было прекрасно, все было чудесно. Но когда он понаделал библиотеку и начал строить кучу храмов, его ударило в голову шампанское, видно, как говорил Сталин, окружение от успехов. И он чего-то с бухты-барахты, я думаю, скорее всего, от своей безграмотности, а может, добрые люди посоветовали. Потому что он не знал, как это сделать, он решил вернуть вот эту Леонову систему. То есть обложение вот этих престолов деньгами. Но это, знаете, все равно, что, допустим, император Нерон спалил Рим, а потом его сын угрожает опять римлянам, что он еще раз его сожжет. Но представьте себе реакцию. Это было воспринято как предательство. Они ему говорят, «Ах ты, паскуда», там в архиерейском клобуке. «Ты решил нас грабить, да, ты решил, вот этот волк, богомерзкий Леон, нас грабить, и ты решил пойти этим путем грабить и нас. Ты наш тут брат, мы тебя знаем, твою мать, твоего отца, там, твоих детей всех знаем, а ты решил нас туда рабить, и ты решил нам это все устроить, здесь вот этот грабеж, и поднялся страшный бунт против этого Федора». Все сведения, что можно везде по выбору, на то, что я вам рассказываю, это из различных греческих источников, из различных даже европейских летописей, которых указывается, воспоминается, вот именно, вы знаете, например, что есть хранится в Лувре наплечники золотые Андрея Боголюбского. По-моему, правый или левый наплечник, который прислал ему этот рыжебородый как его, Фридрик Барбаросса. Фридрик Барбаросса. И этого история очень прослеживалась. Европа сразу поняла, что Андрей вот именно может быть тем человеком, который может объединить, сделать целое государство. Не зря эти страхи все побежали. И вот Федор, он, по сути дела, сделавший такую серьезную глупость, вдруг во мгновение ока стал негодяем, предателем, вором и прочее. На него навешали все, что угодно. Все доброе было забыто во мгновение ока. А вот это его жадность или глупость просто, он почти по глупому совету какого-нибудь своего подлого, хитрого советника, который специально не знали, что будет в народе. Да. Ключники. Конечно. Дали добрый совет. И делал это он и искренне. Знаете, как вот архиереи, современные архиереи, воры мне говорили, ну это же ради церкви, надо же строить храмы, надо же строить там семинарии, надо же там еще делать много чего, так нужно денег. А где их взять? Попов грабить. Народ и Попов грабить. Народ просто грабится. То есть, например, свечки, какие-нибудь иконки перепродаются в 10 раз дороже, чем они стоят. То есть, епархия покупает, а потом Попов заставляет покупать в 2 раза дороже, чтобы они людям еще в 3 раза дороже перепродавали. То есть, такое спекулянство, самое настоящее спекулятивное действие, по которому... Да. И дальше, значит, облагают Попов всякими неподъемными налогами, которые в конце концов либо разоряют храм, либо приводят его в такое, знаете, полудохлое существование, когда он не может развиваться. И вот этот Федор был, Андрей, было такое восстание, что если бы Андрей поддержал Федора, то неизвестно, чем бы это ему кончилось. То есть, скорее всего, народ бы возмутился бы и против него, и был бы целый такой русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Смута была очень серьезная. И кончилось это дело тем, что он вынужден был его отдать просто. Отдать на растерзание... В Киев. Да, в Киев. Отдать его на растерзание в Киев. И тот... Он... Вот я тоже задумался, вот мы в прошлый раз с вами говорили, Евгений, думаю, неужели он такой дурак был, что он поехал в Киев. Вот представьте себе, вот просто идиот, он же понимал, это как... Он же понимал, что ему будет там. Он что думал, что его там, не знаю, в митрополит посвятят или патриархом константинопольским поставят? Нет. Он прекрасно понимал, что будет, но он все равно поехал туда. И поехал он, потому что, скорее всего, у него с Андреем был... Разлаг. Скорее всего, под стражей он поехал, я так думаю. Да, скорее всего, его отправили туда уже, Андрей вынужден был, и он его туда и отправил. Ну, вот его казнь состоялась, по разным источникам ничего не понятно. В общем, правда это или неправда. Может быть, это потом... У нас часто любят, знаете, вот есть первый Вселенский собор, что Арий пошел в туалет и лопнул. Вот. Это вот такое торжество православия. Все злорадствуют о том, что лопнул Арий там в туалете. Да, главное, что какое-то такое бесчестие, там, не знаю, глупость какая-то такая. На самом деле, Арий был благочестивый человек, но умер там 80 лет с чем-то. Чего удивляться, что дед умер 80 с лишним лет. Это так удивительно. Представляете, вот дед умер 80 лет. Такое удивление. Как такое могло произойти? Боже мой, да такого уж никогда не бывало. Кроме Адама. Да, да, Адам подольше прошел. Вот ситуация такова, что в одни источники пишут, что его жесточайшим образом казнили, там, приписав ему, значит, самосвятство, воровство церковное, там еще неизвестно чего. Другие источники говорят, что его тихо придушили, а потом описали, как он стонал, как он кричал, и как ему там в горло олово заливали, неизвестно еще чего. Сначала отрубили руки, ноги, язык отрезали, в общем, там, жесточайшим образом все это сделали. А с другой точки зрения, вроде бы, и такое вполне тоже могло быть. Почему? Потому что для утверждения киевского митрополита, страху понагнать на других епископов, чтобы боялись, чтобы посмотрели, о чем кончилось это дело, архиереи это любят. Несомненно, это акция греческого конституционного патриарта. Да, точно так же поступили с Иоанном Златоустым, которого судили на смерть и хотели предать смертной казни. Это греки любят. Это у них было в древности, и вот теперь повторилось у нас. И самое то, что после этого власть Андрея пошатнулась сразу. Вот это вот примечательный факт, он потерял поддержку. Отпору потерял. И он уже был в возрасте, конечно, и он уже строил вот эти храмы, он как-то в храмостроительство ушел и стал немножко терять реальность. Да, он стал терять преданных людей вокруг, реальность стал терять. И вот, когда 4 июля к нему постучались в двери ночью предварительно пошедшие, хрюкнувшие в подвале, прямо описывается, 20 человек нашли в храме в Рождество Пресвятой Богородице фреску 12 века, в которой внизу подписано все 20 имен убийц Андрея в Переславле-Залезке. Переславле-Залезке. Да, да, в Рождество Богородице. Сейчас, я маленько можно скажу? Вот в наше время буквально недавно, еще не опубликовано, буквально недавно состоялось такое археологическое замечательное открытие в Переславле-Залезке. На стене рабочие обнаружили и отдали потом реставраторам. Сейчас это внимательно все очищают и изучают. список всех убийств и как это деяние. Кто там участвовал, как это происходило. Оказывается, они постучали ему поликарп пришел, а поликарп это был... Но еще изучается. Князь уже был в возрасте и у него был любимый такой вот слуга, который там поесть ему приносил, ну видно, бытовыми какими-то делами занимался. А он голос-то знал, нет, это не поликарп. И они, значит, выломали дверь. А он кинулся за Борисова, на стене висел меч святого Бориса. А его предварительно украли оттуда. Выкрал плюсик Амбал. Амбал, да, Амбал точно. Да-да-да-да. Вот, Амбал, Амбал, в общем, наверное, оттуда пошло. И украл меч этот заранее. И, в общем, а он был очень крепкий мужик, Андрей. Он был крепкий. Даже в те годы. Двадцать человек, они не могли его убить. Первого человека, он безоружный, просто заломал. Заломал, шею сломал ему первому. Потом они его... Там, когда вот сейчас его вскрывали в советские времена, значит, было мощи взяли из Боголюбова и вскрыли гробницу, то ученые зафиксировали, что действительно был убит многочисленные повреждения скелета, локализованные с левой стороны. То есть сердце, если они ему пытались ножами, какими-то топорами, все в сердце били. В сердце, в сердце. Руку отрубили. Да, да, да. Прикрывал, видно, сердце, отрубили ему руку. В лицо копьё? В правой стороны нет. В лицо воткнули, но копьё воткнули в лицо уже потом, когда добивали. А первое вот это израненное сердце, они испугались, когда он одному шею сломал, там другого ранил, третьего. В общем, они все с серьёзными увечьями остались, эти 20 алкоголиков, которые пришли его убивать. И он упал и лежал в ложе крови. Они решили, что он умер. Кучкович. Да, Кучкович. Да, вот именно. Там целое было и семейство этих Кучковичей. Семейство Кучковича. Перед этим за день буквально до этого одного из них Андрей Боголюбский казнил. Да. Видимо за это... Скорее всего, это было... Якима, по-моему. Скорее всего, это уже было у всех нас. Под впечатлением этой казни, то, что они завтра и нас тоже самое, ну-ка пошли с князем разберёмся. И они опять, бросив его в лужи крови, решив, что он умер, опять идут пьянствовать в подвал. Они опять опустились в подвал и ещё больше там нахрюкались вся эта толпа. К ночь уходить мог, кому он там не сломал ребра и шеи. Трупы, которые он там убил, лежал прямо с ним рядом в этом... Он пытался там в такой своей палатой войти и так лежал прямо там внизу. И вот он вышел во двор, Андрей встал. И там такая колокольня и звон... Он её прямо... Следы крови были на стенах, на этих, на белокаменных этих стенах. И он пытался убежать. И тут кому-то в голову из пьяниц ударила мысль. Пошли-ка проверим. Пойди проверим. Да, и они пришли, а князя нет. И они его не могли найти. Они метались по всему двору, не могли его... Пьяному Аре не могли его найти. И только по кровавым следам они обнаружили, куда он уполз. И вот тогда ему воткнули прямо в лицо копьё. Он понял, что уже всё и сказал, что это такого типа, что значит, Господи, что раз это моё время, моя судьба, то я её принимаю. И ему воткнули в лицо копьё. Ну, естественно, повредили мозг там всё и убили его тогда. Вот. Ну, что можем сказать? Можем сказать, что это первый объединитель русской идеи, государственник, первый умудрившийся отделиться от родового лестничного вот этого права, первый человек, понявший, что нужно избавиться от влияния греческих попов, первый человек, понявший, что нужно ставить своего епископа, своих митрополитов ставить. Да, кстати, он успел ещё ему, по-моему, сам митрополита присвоить, ну, как было, провозгласили митрополитом. Но это ещё было, пока мир был между ними. Вот, что он, благополучно, этот Фёдор, по-моему, десять лет. Ну, где-то так, да. Да, вместе с Андреем. Вот, и именно происки епископов, именно происки вот этой царевны, именно происки всяких доносчиков и прочие всякие клевета и разрушила, так написано в летописи, интересно, был мудрым очень он и очень был способным видеть государственные интересы человеком. А вот здесь, когда его, из-под него начали выбивать верных ему людей, он споткнулся и, как написано, погубил свой смысл. То есть, смысл, то есть, задумку он не довел до конца свою. Люди были простые еще очень. И он, конечно, не создал вокруг себя систему безопасности, КГБ, Шмагэбэ, не было ничего. А кто бы мог его охранять? Министерство внутренних дел, ничего это не было. Он был сам в себе. Он был сам один власть. Он и первый человек, который назвался государем. Это у нас 1174 год. Да, 1174 год вы убили. Да, примечательный факт. Сейчас вы, может быть, задумаетесь, а может быть, улыбнетесь, а может быть, нет, скорее улыбаться тут вряд ли придется. Значит, вот это 4 июля, интересный день. Это день Андрея Критского, канон которого читается первые там четыре дня Великого Поста и там еще потом на Марии Настояния. Это почитаемый, особо почитаемый такой в России святой. И вот именно в этот день Андрея Боголюбского канонизировали в 1702 году. При Петре. Да, при числе его Крику Блаженных в 1702 году. И установили день его памяти в день его убийства 4 июля. Дальше. 4 июля был убит в темнице Иоанн Антонович. Иоанн Антонович. Шлиссельбургский узник. Но самое интересное, что по старому стилю 4 июля был убит Николай II со всеми семейством. И все это в один день. Боголюбский вот это. То есть это такой какой-то вот такой не будем говорить случайности не бывает, но определенная череда вот таких вот смыслов есть. И она всегда касалась каких-то вот именно тот самый Иоанн Антонович он был как бы последней веткой такой российского царства. Именно истинных романов. Да, истинных романов. Андрей Боголюбский был мы сами понимаем Рюрикович, а Николай это понятно конец романовской ветви и годы революции. Говорят Болстейн Торпская династия. да, вот такая вот интересная такой примечательный интересный исторический факт. Ну что ж, а теперь я хотел бы еще несколько слов сказать о митрополитах, правивших до нашествия монгол. Буквально несколько митрополитов осталось, о них очень мало известно, потому что может я маленькую историческую 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 Конечно, о них мало известно, потому что все при монголах погорело. Что осталось отрывочные сведения, либо в Византии, даже летописи наши не знают, что был вообще в России такой митрополит. Но они там несколько человек, мы сейчас до монголо-татарского нашествия их вспомним. Да, маленькое слово, я тогда маленько расставлю года и правления, княжеские правления, чтобы люди могли ориентироваться в этих 1174-м убивают Андрея Боголюбского, потом идет два года борьбы между двумя князьями Михаилов, там был значит брат вот этот один из братьев, который вернулся, кстати. Андрей вернул их до своей смерти, Михаила и Всеволода, он вернул до своей смерти, он с ними примирился и поставил их на свое служение, они там где-то воевали, за интересы государства без проблем. Значит, Михаил потом он недолго проправил и умер, значит, и на трон Суздальский встал знаменитый Всеволод. Большой Днездо, ну да, это тоже. В 1178-м году и проправил он Ростово-Суздальской землей, точнее, Владимирской Русью, уже Владимирской, и при нем тоже, кстати, очень много было построено церквей, рамок, и все, это один из тоже сильнейших. большим гнездом называли, но он отказался, но он не стал настаивать, чтобы называли его государем, он просто был великий князь. Значит, проправил он до 1212-го аж года, вот, и потом, раз мы идем до Татар-Мангутского нашествия, потом была небольшая опять сумятица между братьями, которые после того, как отец Всеволод умер, значит, Константин передрался со своими братьями Ярославом и Георгием Юрием. Вот как раз следующий Ярослав уже после Андреевского. Они передрались, там была Липецкая знаменитая битва, где Константин победил своих братьев, но он тоже проправил недолго, перед смертью, через 4 года он с ними помирился, после этого начал править Георгий Всеволодович, который погиб уже при монголо-татарском нашествии. Уже на монголо-татарском нашествии погиб, да. Но то, что это вот большое гнездо, это вот может быть как раз именно такой был из последователей Андрея Боголюбского, таких более осознанных последователей его политики. Значит, когда в 1167 году был отозван Константин II, после всех заварух, которые он устроил со всеми этими епископскими, субсуздальскими землями, с Долгоруким и с Андреем Боголюбским, и со всеми этой историей, то был прислан Михаил III. Он приехал в 70-м или 71-м году. Видите, сколько лет, понадобилось несколько лет, пока приехал новый архиерей. Проблема заключалась в чем? В том, что Константинополь в это время сотрясали всякие политические и внутренние раздоры и скандалы. Это было время разных уний, разных сотрудничеств с Папой и с разными всякими под влиянием то, что могли напасть. Да, уже тогда это все было. Это было уже тогда, почему? Это 1170-е годы. Где-то 1170-е годы. И когда Михаил прибыл, он тоже прибыл, конечно, с заданием императорским, он сразу, как вы думаете, чем он первым делом занялся? Налаживанием контактов с монахами. Потому что Константин уехал за неправду митрополитчу, разграбили лавру, боголюбский разграбил монаст, все пограбили и воспринималось как наказание Божье. А за что? За то, что на поликарпа Константин Второй наложил и птимию. И тут же он к поликарпу. Тут же к поликарпу. Как вы думаете, что монастырь Киево-Печерский объявляет лаврой по благословению патриарх. Ставит поликарпа первым среди игуменов, всех игуменов Российской Земли. Дает ему первому звание архимандрита, первый русский архимандрит. Как такая любовь. Такая была ненависть, только что и птимии давали. И тут вдруг такая нежность и такая любовь. И вот почему это нужно было? Потому что нужно было помириться с русскими. все равно воспринимали как грека. Все равно воспринимали как чуждого человека. Хоть он был епископ, носитель какого-то божественного сана, как ему казалось, но примириться с русскими было бы нужно. И вот он значит уже посмотрите насколько греки изменили свою тактику. Уже из 24 митрополитов прибывших на присягу к императору Первому Михаилу Первому Комнину упоминается 12-м. Уже не 80-м, не 40-м, как там наша была митрополия. Подняли. Да, уже 12-м. Да, уже вот он в Константинопольской церкви является 12-м митрополитом. Идет в списке. Вот спасибо. Да, вот спасибо, какое счастье. Присвоили ему на момент присяги он упоминается 12-м. Он был ярким противником унии, которые пытались в то время заключить греки с папой. И поэтому ему естественно нужна была поддержка монашества и русских епископов. Его как бы это воспринималось. Поликарп был тоже противником унии, поэтому между ними поликарпом родилось примирение. Такое вот первый архимандрит. Архимандрит это объясните это типа архиепископа. Это настоятель Лавры. Нет, а по званию это видимо типа архиепископа, но только в монашеской среде. Ну, я не могу сказать точно. Это полковник на генеральской должности. Вот это будет правильнее так. Что такое архимандрит? Это полковник, сейчас везде архимандритов заменили епископы. Везде, вот сейчас, где крупные и большие монастыри, его обязательно возглавляет архиепископ. А в свое время не было такого, были такие значимые архимандриты. Почти епископ. Почти, почти епископ. Но это специально не делалось, для чего не делалось это. Потому что епископ должен заниматься рукоположением священников, епархией своей, а архимандрит и гумен должен заниматься своими монахами. Если он контр-адмирал. Да, 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 зампотел. Вот, значит, почему, откуда нам это известно? Потому что по этому поводу в июле 1171 года в Лавре были устроены грандиозные торжества. И вот уже описывается о том, что возглавлял там это в Лавре был уже архимандрит. В это время как раз архимандрит Поликарп. Михаил? Нет, это Битрополит. А архимандрит в Лавре был, да, значит, как раз, наверное, в это время он и прибыл, Михаил, потому что в июне месяце легче всего было проплыть по Черному морю без всяких штормов и без ничего, то, что упоминают летописи. Значит, что, как дальше было, чем кончилось, что вообще неизвестно ни в летописях, ни когда он умер, что произошло, неизвестно, нет никаких об этом сведений. Самое смешное, что вот этот Михаил Третий упоминается только в византийских лет. В русских источниках он вообще неизвестен. Это все, что я вам рассказал, это все из греческих летописцев. И указания про празднество Лаврии, назначение Поликарпа и все остальное, это все греческие сведения. Тогда можно пару слов при этом. Я, может быть, даже объясню, ну, предположительно объясню, потому что в это время в Киеве шел такой бардак со смещением и заменой князей, что просто ужас. За эти полвека, которые я вот рассказал, от Андрея Боголюбского до Георгия Всеволодовича, там, ну, 3-4 князя в Ростово-Сузовской и Владимирской земля сменилась всего лишь А тут 20. А тут более 50. Больше людей. Представляете? по нескольку раз один и тот же садились там друг друга, выкидывали там 2-3 и по-моему им там было просто не до митрополитов, мне кажется, в своих этих, когда в монастырях видимо описывали что-то, много, конечно, потеряно из-за того, что сожжено и утеряно просто источники. Ну, скорее всего, да, скорее всего, что Михаил умер в 81-м или с 1181-м и 182-м году. Почему? Потому что дальше известно, что был прислан митрополит Никифор II, который долго правил по разным источникам 18, а то и 20 даже лет. То есть, с 1182-го по 1202-й год. Либо по 1198-й. Разные источники по-разному указывают. А в 1203-й? Киев сожгли еще раз. Кстати. В 1203-м году? Да, в 1203-м. Ну, сами князья. Ну, уже в междоусобной войне. Да, между своими разговорами. Да, после смерти этого места. Вот, когда он умер как раз, да, и как раз спалили. Точно. Это, наверное, так и было. Значит, с чем он известен? Из летописцев известна только одна строчка фразы. То, что он поставил нового священника Василия, которого подстрих в монашество после смерти Поликарпа, и поставил, его звали Василием, поставил его наместником в Лавру. То есть, новым архимандритом поставил в Лавру. Значит, он выступал против кня... еще известно с ним против князя Всеволода Юрьевича и в Ростов насильно поставил епископа Николая. А у Всеволода была своя кандидатура. Лука был епископ, которого он туда хотел. Луку выперли и поставили туда Ростов Николая. Но Всеволод взял верх. Начался скандал с митрополитом и все-таки Всеволод убрали оттуда Николая и поставили назад, вернули вот Луку, которого ставил там Всеволод Юрьевич. Но вдобавок он мирил князей, написано, что очень участвовал в примирении между князьями. И видно, что он уступил князю, а этого самого Николая, которого оттуда в Переславль назначил епископом. Поэтому видно, что там не кончилось смертоубийством, а все-таки он уступил князю. Это говорит о том, что человек был немножко соображающий. Ну, при Всеволоде Большое Гнездо, кстати, это был последний момент, когда Русь еще как-то более-менее смогла с общей интересой какие-то держать. Да, да, да. Значит, что произошло дальше? Вот как раз мы вспомнили 1203 год, когда князья благополучно разграбили опять, после уже Долгорукого, после Андрея Боголюбского, разграбили Киев. Сожгли, но тут это еще не все. Дело в том, что 1204 год еще примечательный факт в истории. Константинополь разграбили крестоносцы. Первое серьезное разграбление. Они шли помогать императору, но по дороге они в Святую Землю пошли. Но по дороге выпили, по дороге заблудились, грабанули Константинополь. На этом все кончилось. Так, схизматиков пограбили и на этом все завершилось. Поэтому рухнуло все. Патриарх бежал куда-то там в Ипанию. Этот самый не было никакого дела до России. И в 1203 году умерший Михаил III, Никифор II, не было ему заменщика, сменщика. И получается, что 5 лет не было митрополита в Киеве. Вот князья, наверное, пользовались полными свободами в этот момент. Получается, что прибыл он только в 1209 году. Это уже следующий Матфей, митрополит Матфей. Кстати, им же передали уже звание митрополита Киевского Евсея Руси. Это уже было первого мы с вами вспомнили, Иоанна IV. Да, да. Он был первый. Да, да, да. Это он был первый, Иоанн IV, первый митрополит Киевский в Сея Руси. А вы правы, Матфей тоже приехал с этим. Вот Михаил не был Киевским в Сея Руси, а Никифор был опять уже. Они приезжали с особыми титулами от Константинополя. И вот Матфей тоже был Киевский и в Сея Руси. Это очень важно. Это тоже очень много кто-то говорит, какой статус предавался тогда. Значит, разграбили Константинополь. Значит, чем еще известен митрополит Матфей? Он до 1220 года он был. Митрополитом получается 11 лет. Неплохо. Да, да. Это для тем временам там большие очень сроки. В 2011 году он значит ну здесь просто указаны архиереи, которых он ставил. Значит, поставил Антония в Суздале епископом и утвердил выбор на Суздаль значит в 2011 году сами еще жители выбрали себе архиерея потом выгнали его этого метрофан был епископ выгнали его потом взяли епископа Антония потом через 8 лет передумали выгнали этого вернули назад Антония опять вот это вот эта борьба то есть греческая патриотия пытается ставить он не ругался с ней не ругался и все утвердил что хотели жители и того утвердил и другого и в общем с ними не враждовал значит следующий у нас тезка вот нашего нынешнего патриарха это первый митрополит Кирилл то есть этот Кирилл получается у нас там второй или третий вот а это был первый митрополит Кирилл и ему удивительная вещь первых среди всех митрополит это 1224 уже после халки да да после уже уже после разгрома да после это помните Суджибей он по благословению Чингисхана прошел через Кавказ и вот южные пределы Руси пощупал Джебе да пощупал Суджибей пишут Судже он прошел и пощупал южные регионы Суджибей да тоже они почему это было им нужно они должны были посмотреть как вооружены русские разведка боя да какое количество людей какие методы боя они это все пощупали Кавказ они полотца потрепали этих всего 30 тысяч с ним было всадников 30 тысяч его 2 тумена 2 тумена это значит 20 тысяч даже 20 но в некоторых источниках я вот сегодня как раз смотрел было написано что 30 тысяч наверное это со всякими слугами что-то там несли со слухами да со слухами с телегами вместе и с лошадьми пересчитано было со слугами и со слухами со слухами кстати это действительно так вот знаете когда в древности пишут что там там миллион армия была там миллион никогда не верьте это все полная ерунда никогда тогда не было таких количества людей мужиков столько просто не было а поверить то что бабы и дети там участвовали в этих битвах вообще смешно сейчас есть блестящий историк великолепный молодой историк Клин Жуков который великолепно рассказывает об этих количественных оценках дрей я не знаю не слушал интересно посмотреть это книги есть какие-то на самом деле это были тысячи человек ну две если где-то собиралось десять тысяч человек это была армия там десять тысяч человек и Липецкая обычно это несколько сотен несколько сотен человек которые там несколько сотен человек причем если это профессиональная армия то это была битва а если это были еще какие-то там селяне крестьяне то это было избиение овец то есть их убивали отрубали ему головы на скаку известные там сражения разные в которых участвовали крестьяне так сотня рыцарей перебила до вечера полторы тысячи крестьян трупов полторы тысячи по пятнадцать по двадцать человек каждый убил все было в уроф был завален черепами это все заброшено было потихоньку да значит ну чтобы закончить да чтобы закончить нам нашествием на Русь значит митрополит Кирилл первый получил знаете вот например Иоанн Златоуст Василий Великий а этого называют Кириллом Блаженным в летописях он получил такую вот хорошую характеристику это свидетельствует о том что это был человек не своего времени видимо он был добрый хорошим добрым характером и нравом и его дела оставили о нем память как о блаженном Божьем то есть Божий человек Кирилл да Кирилл он прибыл в 1124 году в Киев 4 года Киев пустовал не было митрополита и занялся он опять устроением церковных дел сразу же он написал правила первое вот такое послание что такое это было правило он там очень сильно ругал пьянки на праздники и кулачные бои на которых гибло много людей это ну я буду уже немножко медицины коснусь дело в том что сообщество человеческое не может без искусственного или естественного отбора и мужики всегда это во веки веков было и будет и будут эти битвы и будут ломать друг другу носы там шеи агрессию проявлять потому что надо доказать кто достоин продолжить род а в голове это все равно сидит где-то подсознательно инстинкты да и вот что делали русские мужики устраивались на всякие масленицы кулачные бои причем ломали кости шеи убивали трупов меньше десятка трупов не оставалось самых слабых забивали затаптывали оставались сильные продолжатели рода слабых убивали и вот он очень возмущается этим и пишет против этих языческих игрищ слова но это ничем не помогло да греку не понять это не помогло это против инстинктов не попрешь даже с Божьей благодатью не попрешь значит второе поучение к попам видите слово попы отнюдь не считалось оскорбительным пастырь да вот так и называется поучение к попам он требовал чтобы попы являли собой духовный пример своим приходителям вот не зря блаженный не деньги какие ему отчисления нужно послание не о том сколько ему попы денег должны вот это он правильно да вот он о духовности заговорил сразу блаженный стал и стал денег первой это Кирилл 3 был да и вот чем кончилось значит кончилось дело тем что он значит собрал два собора местных уже епископов с ними раньше никогда не считались вот митрополит принял решение архиереи все пошли вон а этот собрал два собора во Владимире в 1227 году и в 1231 году в Киеве умер он в 1239 году то есть посмотрите киевский митрополит он как бы объединял объединил под своей верховной пастырской властью и Киев и Владимирскую землю тем более тем более на его последние годы уже разграбление Рязани то есть 1237 год первое нашествие монголо-татар Баты да разграбленная Рязань там еще южные княжества но Киев еще не сгорел до Киева они не добрались и в 1230 Рязань Владимир Кострома Муром ну да именно земли Владимирской Руси в 1939 году он умер в 1933 году он умер вот в 1933 году значит это его преемнику досталось его митрополит и вот последний митрополит о котором мы будем с вами говорить это вот домонгольской Руси последний митрополит это митрополит Иосиф интересно что это был очень грамотный грек он до этого был много лет епископом в Никее а помните Никея цареградский символ веры Никея это тот город в котором был принят символ веры первая часть его символа веры до Духа Святого и он значит приехал в 1236 он прямо на подготовку к этому всему будущему разграблению значит да единственное что о нем известно это он учредил епархию Уцки то есть новую епархию нового епископа поставил и при втором нашествии монгола татар 6 декабря 1240 года когда был сожжен Киев он погиб в Киеве то есть митрополит Иосиф там в сумятице все сгорело кого убили кого грабили разграбили Киев к этому времени разграбили Киев Владимир Суздаль Рязань Тверь Чернигов остались неразграбленными только Новгород Псков Смоленск и Полоцк Галич Галич вообще никогда не пограбили как и Новгород не разграбили Полоцк по моему потом грабили и Смоленск разграбили сожгли уже в 42-м по моему году а нет Смоленск там есть своя у них легенда об этом Смоленском как его герои забыл какое-то имя ну короче не сожгли то есть они где-то в пред ну там где-то были рядышком у них сил не хватит Новгород остался тоже не сожгли Меркурий Смоленский господи вспоминаю есть такой герой у них легендарный благополучно мы добрались с вами до монголо-татарского нашествия в следующий раз будем рассматривать что же делали митрополиты 300 лет следующих как они правили откуда они приезжали какие ярлыки от каких ханов они получали митрополиты интересную вещь попадали они получали от патриарха констераповского назначения а потом от хана получали ярлык ярлык не на княжение на митрополит на митрополит человечество ничего и жили все равно люди всегда выживут можно батюшка я все-таки хочу маленький этот самый чтобы мы ушли уже с тех времен и не возвращались в это время мы просто пропустили господин великий новгород с вами потому что это был город который очень много лет сотни лет с лишним назначал своих епископов вечевым постановлением это было не совсем так он избирал епископа и отправлял его на утверждение но практически но не всегда но не всегда не всегда в действительности так и было вы правы то есть они кандидатуру свою выдвигали а его уже потому что Новгород был такой же они были и были умные потому избежали всяких интриг гораздо больше чем Владимир у них была своя система вот это вот образование своего общества в 1136 году было знаменитое новгородское восстание после чего они назначали князей себе выбирали выбирали кого пригласить да на вечер то есть это вот как маленький такой штрих к общему ну да как раз ты еще буквально перед монголо-татарским нашествием для общего обзора всей Руси того их и не разграбили может быть спасибо было очень интересно спасибо нашим зрителям тоже ваши комментарии какие-нибудь там интересные темы всегда будем рады услышать до свидания а еще раз с праздником прошлое было вражительство Богородицы крестовоздвижение с праздником креста Господня прямо по-другому 10-й праздник с праздником с праздником